всем доброе шахрисабское утро друзья на улице ветреная погода где-то 42 43 градуса мы едем едем в сторону гор сторону прохлады и какая цель федя хочет купить дыню давно дыню не ели говорит без дыни не могу едем за дыней через камеру не видно но от асфальта идет штучка интересная единая львы дыню цену не спросил еще такая дынька почти появились торпеды но но это тоже уже на под торпеда прям на крупных таких вот таких вот нету как только метровки выйдут я вас оповещу всех сразу вы увидите и через очки когда смотришь на вот этот арык вода прям бирюзового цвета очень красивая вы где-то здесь на под помощь потеряли нет не здесь ближе очередная остановка вода все время здесь приезжаю смотреть если здесь но град нет или просто змеи тут ни одного а его здесь нет ведь а есть но вообще зеленый еще 300 лет расти этому винограду еще полтора месяца расти наверно а какая холодная водичка друзья как они купаются реально холодно нафиг вы были с авто ли с авто ли главное мех с него убрать тоже неприятно вода ли реально ледяная и кажется здесь за пару часов арбуз ледяной путь ароматно блин это реально райский фрукт откуда-то автобус народу привезли похоже бухан давай петь ныряй аккуратнее только давайте подержу если очень сильное течение и вода ледяная все друзья а слюни повали так все холодная я-то не полезу когда вот здесь бы сделали как-то вот так воду отвели бы сюда а если прыгнуть не снесет да я боюсь телефоном уронить ты можешь нырнуть и под водой пробыть не не давай нырни я сразу спущусь под воду прям вода слишком бодрая все нормально просто кончики пальцев на ногах прям начинают мерзнуть у меня кое-как я занырнул с горем пополам ну хорошо прям реально бодро сюда только приезжать людям кто на отходниках быстро в разум вставит любого я вам скажу даже больше друзья вот эти реки они реально опасны не буду говорить кто что но здесь люди погибали ну например сидит компания были такие случаи там немножко выпили белого чая потом ножка потом решил нырнуть вот здесь что-то слабо пойду-ка я поглубже там не допрыгнул неправильно головой а к камене все приплыли называется так что такая зона где нужно быть осторожным предельно и аккуратным вода не прощает ошибок смертельный номер денис опускается в ледяную воду первый раз оппа давай давай реально ледяная чтобы вы понимали друзья ребята денис это год первый раз кто-то плавает холодную воду купается там сон не вода вообще огонь смотри там форель есть да форель мерзнут только кончики пальцев потому что буквально 4 километра до 4 да ой какой 4 15 15 15 до ближайшего снега сейчас 15 километров аааа не не 15 15 там поворот пуль ближе как чалопы здесь вкусно делать мне нравится давай внутри что там вот это супер чалопы заказали свежую самсу ждем пока я сейчас вам стандыра принесу возникла мысль каждый день кататься вот на эту холодную воду она реально прям бодрит прям свежо приятно находиться все день 2 опять жарко опять едем на водоем и ну и а Поехали в Варганзу, в Гранатовый рай. Вот там наверху мы, я не помню, года три назад снимали видео. Знаете, на небольшую Варганзу какая мечеть, как будто где-то в Ташкенте находишься. Кратко о Варганзе. Это кишлак, большой кишлак, расположен возле гор. Практически все жители здесь выращивают и занимаются гранатом. Гранат, лимон, яблоки, груши, кто-то скотин, но это минимум, в основном гранат. Там похороны, похоже впереди. Красная лента стояла, значит кто-то умер. Но обычно красная лента умер, не свадьба, ничего. Что-то свадьба тоже? Нет, нет, это умер. Сидят мужики, всегда видно стулья, музыкань, читают молитвы за усопшего. Три дня. Мусульман это три дня. У мусульман нет, насколько мне известно, нет сорок дней, нет год, нет больше ничего. Только три дня, правильно я говорю? Нет. Мне кажется нету, не может быть такой. Есть? Да, да, есть. Через три дня еще потом седьмой будет. Стой, 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 может я что-то ошибаюсь? Мол, блин. Блин, я с кем-то общался же. Мне просто говорили, что три дня, все остальное это уже ширк считается. Остальное плов раздает седьмой лет. Ну ладно, я не буду спорить. Так, смотрите, асфальт здесь новый, постелили. В общем, если вы сюда приедете в Хазрат Султан, хотел сказать, в Арганза, вам нужно ехать всегда в конец этого кислака, в конец, в конец, в конец, в конец. Во главной дороге пока не упрекешь. Здесь, где уродком, Азрат Пашир. Да, мы туда не пойдем, мы там были, нам нужно к реке. Мы проедем мимо. Вдоль дороги едешь, везде видно рекламки, вот такие дам, о лишь, мазкани, бассейны, выход к речке, столики, все это сдается. Ну, машин очень много, блин, нам, короче, надо как-то попасть вниз. А вот как это сделать? Слышь, там слышку к народу. А как-то пройти-то? Вон, откуда. Все закрыто. Ну, мы просто попросимся. Бесплатно пройти. Здесь пустят. Нам, в принципе, только запечатлеть. Ну, и может 20 часов покупаться. Орех, 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 везде орех. Что и требовалось доказать, да, денег хотели спросить, Федь? Нет, места нету, говорили. А так платно, сколько не спросил-то? Места нету, здесь все полно. Ну, просто спуститься, посмотреть. Попросились. Казаны, видите, вот. Сами все готовить. Прикольно. Слушай, ну, это хорошие места, да, Федь? Здесь хорошие места. Здесь получается, как компаниями женщины купаются, компаниями мужики. Солнца нету? Нет. Место хорошее. Ну да, тень. Красиво. Только все застрянуло, но из-за какие-то мешки, банки, склянки, вон, под водой видно. Смотри, смотри, мусор прям в реку, похоже, кидают. Похоже, Федь, гранат поморозило, смотри. Его, видишь, срезали. Где-то морозил, где-то закопал. Я чувствую зигирь. Я чувствую зигирь. Значит, кто-то делает плов. В 90% случаев это плов. Ну, а в 10% может быть кто-то его добавил чуть-чуть, чтобы пожарить мясо или же картошку. Так как выйти-то. Как нам выйти, как нам выйти. Так и не поняли, сколько стоит человек. Ну, ничего, идем дальше. Ну и все, получается, до этого памятника, до мечети, все вот так вот будет в машинах стоять. Здесь, где мы сейчас были, там места вообще нет, получается. Полное все. Если у вас есть участок и он находится возле воды, знайте, что в Узбекистане, ну, по крайней мере, летом люди зарабатывают и живут всю зиму, осенью, весну. То есть можно реально заработать денег. Если чуть-чуть еще мозги приложить, чуть корова на капот не села. Сколько едем, много народу купается. Женщины отдельно, женщины и маленькие дети отдельно. Вместе никто не купается, мужики отдельно купаются. И вот уже не первый раз я нахожусь в Органзе и замечаю, что здесь, ну, может быть, из-за того, что дешевле коза, постоянно козы, да? Все режут коз и вот готовят. Кто сюда приезжает на маевку, на отдых, на выходные. Очень часто встречается, что не барана, а именно коз режут. Может быть, козы здесь вкусные. Поэтому. Ну, мы один раз, нам доводилось пробовать козу. Реально была вкусная, нежная. Такая, ну, прямо молоденькая. Субтитры сделал DimaTorzok. Такого вы никогда не увидите здесь осенью. Я не вижу груши. Хочется грушу попробовать. Ну, блин, там покупать, продавала одна женщина. Одна женщина. Хотела с места груш попробовать. Поднимаемся в гору, а тут бах тебе. То есть, чтобы вы понимали, какой склон. Вот этот вот аппарат не есть. Наш Матис заехал без проблем. Конец. Чиновая плантация. Въезд сюда уже платный, нам уже сразу сказали. Сколько человек, еще раз? 50 тысяч. 50 тысяч человек, да? Есть на машине? Если большой, много компаний, вот этот топчан даже вот. Сколько он будет стоить? 500 тысяч топчан. Нам нужно пройти по трубе, тем самым чинаром. Вода чистая вообще. Только рыб не видно. Видите там туда? Я знаю, она шевелится, конечно. Блин, вот здесь, слышишь, вот здесь прям вообще прохлада, да? Идет такая от воды. Как будто кондей включен в помещении. Здесь чувствуется прохлада. Вот эта труба заныривает куда-то туда. Ну что, идем, пройдемся. В общем, вот отсюда эта вода выходит все. Еще и пошла она вниз. Федя в своих Роберто ковали. Слышь, ну она... Федь, вот мы купались вчера. Такая же, да? Или чуть похолоднее? Нет, такая же. В общем, плюс мысль. Похожая она. Не-не, мне кажется, холоднее. Нет, она холоднее пьет. Я это чувствую. У всех вон тазы стоят здесь с маринованным мясом. Не пропадает ничего. Мальчик стоит. В общем, остановились возле этого родника. Сейчас я историю скажу. Это для печенки? Да, печенка. Пусть то есть. Здесь зарезали барашка. Так. Подобраться к столу. А вот маленький, да? Да, вот из этого. Варашка маленький. Цвет красивого мяса. Слезе. Вот это что. Шея. Шея. А мы его сняли. Вот, бургер. А вы сами резали? Да, он резал. Через час. Там штучок сейчас маринуется. Хорошо. Вот, вот, вот. Вот так. Бегёмся дальше. Мариновка. А это что такое? Это пинок просто. Не, я понял, что это уже замариновали. Да, уже. Лянца тоже есть. А, так вот. Как вот это сказал, зверь. Можно есть? Все есть. Прикольно. Так, ладно, мы придём, если чё. Да, да, приходите. А, ты чё? Эх, 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 ты чё? Вот, смотрите. Эх, ты чё? Вот, а! Вот, а! А! Раньше геологи искали, откуда эта вода попадает. То есть и там где-то на горе, наверху, есть такой бассейн. Туда подсыпали чёрного порошка и нашли все концы. Поэтому вот этот родник называется чёрным. Так, смотрится, прикольно. Конечно, всё, сейчас мужики идут мыться, пойдём с ними скупаемся. У меня вопрос, кто вот это туда накидал? Птицы? Не знаю. Для чего? Нет, это не птицы. Люди. Вот эти камни. Для чего тут у нас идут? Да. То есть какая-то же цель была, правильно? Смотрите, какой чинор красивый. Лысенький. Ну, здесь. В чиноре. Представляете, он пять поколений, какой пять? Где-то семь поколений людей пережил. Груши. Они жёсткие какие-то. Они жёсткие. В общем, мы спустились искупаться на какую-то геологическую дачу. Дача геологов, что ли. Называется вот это место. И здесь вот именно эта речка, она течёт из Таджикистана. И она теплее, чем та, где вот сейчас мы были. Ну, всё. Мы на месте. Здесь такой сделали бассейн, небольшой заводь. Искусственно создали. Рыб не вижу, но говорят, есть. Здесь где-то, я не знаю, по пояс, что ли. Ну, как обычно, любитель воды чинор. Здесь есть точно рыба, он что-то плескается. Метр пятьдесят. Метр пятьдесят. А, ну это... Это нормально. Может. Это нормально. Смотрите, какие корни у чиноры. Офигеть, вообще просто. Просто офигеть. Вот это всё корни. Вот так вот идут. То есть, тут сколько, не знаю, шесть метров. Вы видели корни какие у меня? Вот здесь вода реально кайфовая. Вообще кайф. Вообще кайф. Я сейчас искупаюсь. Я искупаюсь. Я искупаюсь. Здесь как в бассейне. Чуть-чуть повыше. Течение и всё, и сразу мель, мель, мель. Блин, если мне память не изменяет, по-моему, мы здесь лазили светить. Здесь пацаны маринку ловили. Но это было много-много лет назад. Мальков видно. Вон они есть. Что здесь мутновато. Показать не могу рыбки. Вон они есть. Здесь будем что-то... Здесь убьёшься нафиг. Вон они, вон они, вон они на мель зашли все. Если у вас есть нормальный участок, где можно поставить там, я не знаю, 5-10 курпачей, то 200-300 баксов можно заработать. Если проявить смекалку, всё это сделать с комфортом, казаны, мангалы, если потратиться ещё и сделать там, например, хорошие комнаты для ночёвки, ещё больше можно зарабатывать. Вот так вот. Здесь опасно ходить. Здесь только пьяным можно ходить. Ноги все переломаешь. Это благо я ещё в сланцах, в кроксах иду. А так здесь дно весёлое. 10 минут и я чуть-чуть подмёрз. Вроде бы и не холодно, но чувствуется такой прям... Лёгкий бодрячок. Между прочим, вот эта Маринка, она вообще не боится. Вот она вот такая вот размера. Ты, получается, стоишь. Она там в 20 сантиметров у тебя плавает. Крупных не видно особи вообще. На момент съёмки этого видео в Москве температура плюс 17 градусов. Федь, ты в курсе? Да. Там холодно. Смотрите, она тоже линяет. Скидывает кору. Я вижу, вижу. По корню можно ходить. Где ты их видишь? Что это такое? Да. Врис, как змея кожу скидывает. В саваркань зе в бульваре, знаешь, все такие чистые. Они чистые сами. мы вернулись водохранилище с маленького с мужики будут шашлык шашлыки по-узбекски что там в маринаде есть зира лук соль соль потом уксус не не уксус добавляем потому что он твердый а чё добавлялись с перец берет гинза кашни за ваш же вот в этой воде уже стоять-то холодно блин аж ноги от это талимар джон это же это в туркмении сразу видно что коршинские отдыхают может чуть-чуть ведь еще надрез ну реально вкусно да молодой мы купили последний арбуз он как с волокнами был федя говорит там домик весь какой-то блин ну там реально пустота есть да да там пустота есть дубль 173 все-таки федя отважился и пошел туда все друзья сейчас вытащит оттуда все федерты ты пошел так просто голову вытащить себе скальную невесту посвяти туда чё-то я уже возле тебя федя проходи мухи пока кроме мух ничего не видит фейта чё говорят там а мухи кое-как мухи мухи в в Поехали! Давай, подержи Надпись мы сразу увидели И здесь вы на сколько дней вот так остановились? На три дня Сегодня еще ночь и завтра уже домой, да? Мужики приехали из Корши уже отдыхать Сюда запах Да, запах обалденный Попытка номер два Залезть в эту щель Умельчается ли она успехом? Все, передумал? Но она холодная, да Вода здесь холодная Да ты пока стоишь замерзнешь Вода просто реально ледяная Ноги промерзнуть начинают Пожарился Вроде бы Сколько? Не дай бог такое укусит Неприятно Неприятно Ну, аппетит Маленький Да Это вкусно Вот так Уезжаем потихоньку Маленький 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 мы просто отсюда выехать не можем, просто пробка, такого никогда не было, где-то раз вижу уже попал в сезон, в самый пик, ой блин, мы сразу садимся на горе вставать, вообще круто откуда автомобиль? а я люблюсь красотами речки, маленькая, это все та же река, которая была просто ниже утечения, вот она туда уходит наш матиз горы, 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 очень много ореха в этом году, очень много, ореховый год, друзья, в Узбекистане, 2023, будут стоить копейки, вот здесь так как на улице жара, на самом деле, не особо куда-то хочется ехать, хочется только попасть там, где вода, там, где прохлада, как и любому Узбеку, наверное, да, Фед? конечно ну как тебе сегодняшний день? это энергия как тебе сегодняшний день, Федь? нормально, хорошо, отлично там, увидели подписчики шесть часов мы сидели там шесть часов шли к жаре, они сошли кушали ну, сидели, купались ну, нормально все, ребята хорошо сегодня день хорошо день прошел и ладно, да? да приезжайте в Узбекистан приезжайте в Узбекистан